Лирический тенор пел, выдавая арию за арией. Он любил петь, и все в доме знали это. Знали два музыкальных критика, живущие на правах компаньонов в нижнем этаже. Знала прабабушка, легко взбегавшая на последний этаж, презрев свои девяносто с гаком. Бывшая балерина знала и вся округа, где вдруг заголосили петухи, когда тенор взял ноту, казалось бы, немыслимой высоты. «О, соли мио!» звучало и звучало, не прерываясь, а потом вдруг начало спускаться. Песнь ширилась, и вот уже в ней зазвучали ноты, присущие лирическому тенору, затем баритону, баритональному басу, просто басу, и, наконец, басу профунда такой силы, что критики забарахтались в постелях, не понимая, откуда он идет. И дом, казалось, не понимал, звенели стекла, затасковали, а потом разбежались все семеро котов, как раз в тот момент, когда голос, казалось бы, затих, но нет. Он просто перешел на еще более низкий диапазон. В доме стали отлетать доски от могучего каркаса, простоявшего более сотни лет, в округе взвыли все собаки и поникли зеленые насаждения. Дальше все пошло в обратном порядке. Только отлетевшие доски не прибились к каркасу, а согнулись вопросительными знаками, ожидая, что будет дальше. Бабушка легко спорхнула с насеста, на первый этаж к музыкальным критикам и сделала на их глазах 32 фуэте. Но критики не оценили этого, они были в глубоком обмороке. Лирический тенор миновал уже все мыслимые высоты, затихал, затихал, но, конечно, нет. Он переходил в ультразвуковой диапазон, которому, как вы знаете или догадываетесь, нет предела. О, соли мио! Петухи охрипли и перестали петь. Кора на деревьях парка, окружавшего певцовый особняк, стала сыпаться. О листве и говорить нечего. Грачи улетели вслед за попугаями из летнего сада, пробив непробиваемое стекло, которое стало хрупче тонкой корочки льда. Лед появился в пруду с золотыми рыбками, потом закипел вместе с водой и с ними. О, соли мио! Соли мио приобрело какой-то желтоватый оттенок и, казалось, убрало за пазуху все свои лучи. Доски в доме вернулись на свои места, но колебаниями создавали какую-то немыслимую какафонию. Один критик сошел с ума и ел в саду вспучившуюся землю, а другой стоял там же на коленях перед прабабушкой, вручая ей свою руку и сердце. Та сделала еще два фуэтея, вспорхнула на безлистное дерево с облупившейся корой. Отовсюду ее было хорошо видно, но некому было ей любоваться. Тем более, что соли окончательно померкла в поднявшемся пыльноземельном облике. Что было дальше, не совсем ясно. Песень зазвучала в своем обычном диапазоне, все вернулось на свои места, и только сумасшедший критик никак не мог отплеваться от жирного чернозема.